Представители знака Зодиака Козирог. Козироги мои дорогие, здравствуйте. Торопрогноз гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря. Давайте узнаем, что нам подскажут карты для вашего знака. И я решила немного изменить формат видео. Мы достанем такую карту события на пороге. Правда, заканчивается 23 год и мы подводим итоги, встроим планы на будущее. Может быть, что-то переосмысляем или пытаемся завершить что-то. Давайте мы с вами узнаем, как видят карты для вашего знака Зодиака. События этой недели. Что для вас наиболее актуальным будет. Достанем карту. Итак, события на пороге. У нас сегодня колода Голден Таро, Золотого Таро. И вторая карта будет ваше внутреннее ощущение, как вы чувствуете себя. Ваше настроение, мои дорогие. И обстоятельства вокруг вас. Что есть в объективной какой-то реальности вокруг вас. Что важно знать. Может быть, для чего вам было нужно. Вот что-то как событие или информация, с чем вам придется столкнуться. Неожиданности или чего мы не сможем избежать. Что скрыто. Достанем карту. Что будет помогать, что будет вас радовать, мои дорогие. И мы достанем по основным сферам жизни. Три карты. Решила перемешать. Первое дело. Работа. Бизнес. Энергетика. Денег. Вот такую хочу карту. Что в личной жизни. Опять же энергии. И давайте достанем карту совет. Подведем итог. Событие на пороге. Двойственность. Есть какая-то ситуация, которая на этой неделе точно не решится. Но, знаете, мелкая карта. И, да, есть какое-то распутье, перепутье. Или когда приходится и вашим, и нашим. Или сидеть на двух стульях. Так, маневрируя с одного на другой. Может быть, обстановка такова, что, ну, пока какую-то конкретную канву не проложишь. И по двойке жезлов мы как будто вы, мои дорогие козероги, четко знаете, чего вы хотите. И чего вы не хотите. Но обстановка, видимо, вынуждает правильно взаимодействовать с людьми. Но, в принципе, это наши новые возможности, которые вот-вот как будто перейдут в большую конкретику. Когда, да, остается один жезл. Мы говорим, туз жезлов. Это пора. Но вот пока еще на этой неделе словно не пора. Здесь мы еще вот так вот сами перед собой каких-то реваншей не создаем, себя не подталкиваем. А сохраняем нейтралитет, со всеми договоримся. Ваши внутренние ощущения. Будьте внимательны к своему здоровью. По, допустим, по четверке мечей иногда проходит... Если у вас предыдущий особенно период, мои дорогие козероги, был такой вот напряженный или приходилось много работать, помните, падает иммунитет. И мы становимся более восприимчивы к заболеваниям, особенно простудным. Это эпидемиологический период, как раз такой, конца декабря, когда так это себя, даже начиная с банального насморка, нас может недомогание уложить в постель. Иногда проигрывается это. Но, в принципе, это о чем? Это пауза. Четыре. Может казаться, я хожу по кругу. Или, когда нам советуют, приведи мысли в порядок. И вообще какую-то ситуацию, не педалируй. Вот для кого-то из вас может проиграться. Это мы ведь про внутреннее состояние. Что именно на данный момент времени есть пауза, и я чего-то не могу изменить. И, в принципе, это двойка жезлов, мы с этого начали, идет в унисон тому, что... А сейчас как будто и не время. Объективная какая реальность? Прекрасно. Шестерка кубков. Приятное общение. Хорошее настроение. Настроение, может быть, благодаря тому, что появляются в вашей жизни те люди, которые... Ну, было когда-то, может быть, и дружба, может быть, вы общались, может быть, и любовь. И потом, по какой-то причине, вот эта связь, она нарушилась. И о себе напомнить люди из прошлого могут. Или вы будете собираться куда-то в дорогу. Например, по этой карте иногда проигрываются отношения на расстоянии. И приятное как и общение, так и планы на будущее. По этой карте проходят, есть еще такое искреннее отношение. И поэтому сама по себе карта гармонии, приятного общения, как, ну, где-то диалоговая форма, так и карта дипломатии. В реальностях вообще обстановка вокруг вас очень гармоничная, мои дорогие. Ну, вы вот и не педалируйте никакую ситуацию. Возьмите паузу. Тут все равно что-то не убыстришь. А вот создать себе вот это, вдохновиться хорошим настроением, мои дорогие козероги. Правда, на самом деле так. Близится период, когда Плутон перейдет в знак Водолея. И вы словно вздохнете свободно. Это произойдет, правда, через месяц, 21 января. Но постепенно вы можете ощущать, как будто спадают оковы. Мне сейчас как будто вот внутренне легче становится. Потому что какие-то тяжелые переживания, вопросы, которые, знаете, как застыли на одном месте. А здесь потихоньку как-то оно так вот распределяется. Постепенно решается, какие-то оковы, как будто препоны спадают. Вот все так медленно, но верно идет к вашему прогрессу, мои дорогие. Поэтому насладитесь моментом. Тут как раз что-то гармоничное, радостное у вас на пороге. Правда? Давайте мы с вами посмотрим, для чего была нужна вот эта какая-то ваша жизненная ситуация. Ну надо же, карта мага. Вы маги и волшебники. А чтобы умело взаимодействовать, мы говорили, сидеть на двух стульях. И туда, и сюда. И направо, и налево. По сути, это как быть манипулятором. Вот. У мага все стихии в руках. От правильного взаимодействия с людьми. Карта не горячая, хотя в этой колоде карт золотого тару. Как раз золотой фон. Как какие-то возможности. Магу. Как идеи красной одежды. Плащаница такая. Он как бы окутан в эту плащаницу. Плащ. Маг. И со всем, что приходит на ваш порог, вы можете провзаимодействовать так умело, красиво, незаметно. И получить тот результат, который вы хотите. Вот зачем это было нужно? Чтобы вы стали магом. Я понимаю это. Но аллегорически говоря, когда у вас открываются совершенно иные возможности, мои дорогие. Я только об этом про Плутон говорила. Прошлое постепенно, видимо, знаете, как не одну какую-то дверь, а может быть, был длительный период каких-то разочарований. И теперь одна за другой дверь в прошлое. В какие-то события. Может быть, ненужные отношения. Может быть, в какие-то разочарования. Вот постепенно дверь за дверью в прошлое, словно закрывается. А перед вами новые возможности. Прекрасно. Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Вдохновение. Правда, сами по себе семерка кубков. Выбрать, конечно, нужно что-то более одно или более реальное. Вот этим маг, наверное, и займется. Но сами по себе, как вдохновение. И новые варианты сотрудничества. Как прекрасное настроение. Как новые перспективы. Да практически нет ничего невозможного. В неожиданностях, как и предложение. Может быть, куда-то поехать отправиться. Предложение по работе. Может быть, новое знакомство. Кстати, тоже может быть, мои дорогие козероги. Новое качество жизни. Совершенно все по-другому. Вот что идет на ваш порог. И вот это ведь старший аркан. И посмотрите, маг, он как будто расположен между искренними отношениями, между, может быть, любовью, балансом внутренней, гармонией в душе. И, ну, нужно быть реалистом. Маг, он реалист в первую очередь. Потому что по семерке кубков есть то, чему нужно уделить внимание. Но есть и то, что может быть неактуально или как-то ошибочно, не иметь какого-то прогресса. Поэтому правильно оценить обстановку для вас все-таки будет тоже важно. Что скрыта карта отшельника. И знаете, тут никто ничего от вас не скрывает. Я люблю эту карту за то, что никто не мешает. С учетом старшего аркана маг. Вам никто не будет мешать осуществить какой-то ваш проект. Но о чем нам говорят? Что есть, видимо, какая-то тема в вашей жизни или конкретное дело, которое вам придется сделать, пройти, может быть, какой-то путь в одиночку. Не будет помощи в чем-то. Потому что по отшельнику, по старшему аркану это мы идем именно своим жизненным путем. Это у нас философ, который разгадывает сложные загадки или решает сложные вопросы. Вот Иван где-то с такой позиции, когда мы мудро смотрим на события жизни. Неглубокая философия нет. Когда можно застрять на глубине, переосмысляя, проигрывая что-то из прошлого. Это не имеет значения. А мы относимся мудро к тому, что, допустим, планы строим одни, а есть и то, от чего мы откажемся сами. Потому что это нереально. И вот он следует, отшельник, своим путем, но, опять же, он имеет философское отношение к жизни. Нет каких-то помех. Вы сами, кстати, можете что-то скрывать. Вот как-то так. Видимо, может быть, с учетом аркана маг это даже необходимо на данный период времени. Вам вообще по карте мага где-то немногословность, но вы и люди-то немногословные. Вам помогает как раз вот это качество ваше, мои дорогие козероги. Когда не афишируем успех, удача и успех, любят тишину, помните, это у вас дважды, если не трижды. И, кстати, какую-то личную историю лучше тоже не рассказывать никому. Умело взаимодействовать. Вот сидеть одновременно на двух стульях в разрезе этой недели придется. Что помогает? Колесо фортуны. Вот посмотрите, добрая очень карта. У вас на пороге действительно перемены. И все то, что я говорила, карта подтверждает, но это то, что помогает. И у нас показан отец семейства, который следит за очагом. И вот этот огонь, он не должен погаснуть, но он и не должен обжигать. Он должен именно согревать. Для кого-то из вас помогают гармоничные отношения, любовь, взаимопонимание, взаимоподдержка. Ну и сами по себе. Мы говорим перемены. Отчасти планетарные, про которые я говорила. Ну и, наверное, пространство. Вселенная, ангелы-хранители для вас хотят. Ну, чтобы какая-то ситуация окончательно, видимо, подошла к концу, закончилась. И вообще на пороге уже новые возможности. Будьте открыты миру, мои дорогие, потому что по таким прекрасным старшим арканам у вас уже на этой неделе могут быть предпосылки к новому качеству жизни. Или каким-то изменениям в той или иной сфере жизни. Но я бы сказала, в личной жизни, именно через общение, любовь, счастье, радость к вам приходят. Хотя и вы-то по карте мага, это ваше как бы вот состояние. Маг ведь тут не совсем про любовь. Здесь все-таки великий манипулятор и более холодной энергии. Значит, вам придется сочетать, чтобы и огонь не погас, и не обжег, да, как я сказала. Но и, с другой стороны, вот это душевное тепло, оно обязательно присутствовало в вашей жизни. Дела, работа, бизнес. Ну, вот поэтому нам и говорят, не торопись, не тормоши себя, карта Луна. Тут пока ничего не загадаешь по карте Луна тысячи неопределенностей. Берегите себя. Есть такое значение, когда выпадает карта Луна. Не находитесь в толпе. Меня смотрят люди из разных стран. Есть такое выражение, меня несет толпа. Это на самом деле опасно достаточно, когда мы собою сами не управляем, как будто себе не принадлежим. Поэтому можем какую-то совершить оплошность. И пока просчитать-то, вот если в целом, какие-то дела. Может быть, что-то из разряда, как ваши личные достижения. Или какой-то конкретной ситуации. Тоже невозможно. Видимо, обстоятельства дела не развились таким образом, чтобы ставить точки. Или расставлять последние аккорды. Взаимодействие. Балансировать вот самое время. И вашим, и нашим. Потому что по Луне ничего не понятно. И свести всяческий риск к минимуму. Слушайте свою интуицию. Это будет вам где-то помогать. И правильно взаимодействуйте, как маг. Потому что маг, он где-то через интуицию предполагает альтернативные варианты развития событий и нашего восприятия. Финансы. У кого-то, посмотрите, вторая четверка. Вы можете где-то досадовать. Может быть, деньги задерживаются. Как будто они тогда придут. Мы смотрим на финансы. Это карта апатии. И нам человек показан, который условно закрывается. Руки на груди сложил. Он как будто все. Я закрыт от внешнего мира. И есть одна какая-то деталь, оплошность или недоразумение. Почему одна? Посмотрите, три золотых кубка как будто есть. У вас достаточно прочная финансовая позиция сейчас. Но есть то, что пошло не так, как вы бы этого хотели. И нам, мои дорогие, козероги-ангел, как будто точно такой же кубок взамен вот этой какой-то собачьей миски дает. А человек как будто нет. Вот я хочу вот именно эту. Все три кубка полные, обратите, а вот эта миска, она пустая. И нам о чем говорит карта? Вот отдай эту миску тем, кому она полагается. А сам возьми вот эти возможности, вот этот кубок из рук ангела. Поэтому если деньги задерживаются или накатила была такая какая-то хандра, разочарование, может как-то один вопрос финансовый пошел не в том ключе решаться, как в реальности присутствует. Значит, будет это все восполнено, будут какие-то новые возможности. И если в целом деньги задерживались, они придут к вам в личной жизни. Но есть какая-то определенная история, потому что это 13-й старший аркан, это карта трансформации. Это окончание и начало уже где-то. Карта трансформации, я надеюсь, все правильно понимают, говорит нам о том, что, может быть, есть какие-то отношения, или были, в которых нужно расставить точки все по местам. Для тех, кто в паре, это старший аркан, могут означать, эта карта может означать известие, может быть, от ваших далеких родственников, или о ком-то еще, вот есть все-таки известие. Но больше мы ведь говорим про трансформацию, поэтому, знаете, это ваше качество жизни, которое будет совершенно в другом ключе. Посмотрите, какие у вас карты, как будто не оглядывайся назад. Я по 13-му аркану часто привожу пример с зернышком. Когда мы садим зернышко в землю, и вот то, что охраняло прежде маленький росток, который находится в глубине, в центре зерна, вот эта твердая оболочка, она должна быть разрушена, чтобы росточек пробился к солнцу. И вот это, то, что панцирем служило, оно теперь как будто спадает. Рушатся какие-то оковы, но мы к этому могли уже привыкнуть за какой-то предыдущий период времени. И поэтому нам может казаться, что я чувствую себя как будто беззащитным. Или что-то меняется помимо моей воли, я к этому не готов. Но это тот путь, который придется как к тому росточку, который пробивается сквозь темную землю, к солнцу, нам придется пройти в одиночку. Есть какая-то тема, которую придется решать вам, и она касается личной жизни. Если вы в паре, у вас все хорошо, нам уже сказали, что в принципе как раз приятное общение, видимо, что-то плохое скорее заканчивается, или заканчивается то прошлое, которое вам как раз и добавляло каких-то ненужных разочарований. Нам говорят, ну, не заглядывай туда. Твоя как будто задача не окунаться снова и снова в какие-то прошлые мысли, а именно стремиться к солнцу, хотя и этот путь придется пройти словно в одиночку. Какой-то вопрос, может быть, вам придется самому или самой решать. И да неизбежный итог, когда мы провожаем то, что было в нашей жизни. Может быть, какие-то разочарования, может быть, это касается и людей. Здесь у каждого по-своему, мои дорогие, но и уже на пороге новое качество жизни. Совет. Еще одна двойка. И у нас пентакли, или это двойка монет, изображены как лимни ската, символ бесконечности. Поэтому деньги будут, там уже об этом тоже говорят. Но вообще это игра жизни по новым правилам. Что-то заканчивается и завершается. У каждого тринадцатый аркан может означать даже, например, работу, или личные отношения, или какая-то еще история. Это всегда по старшим арканам события извне. То, что как обстоятельства мы не можем отменить. И вот правильно провзаимодействовать, не строя пока еще, или не выстраивая какой-то глобальный тезис-план, потому что ничто так не постоянно перемены, вот говорит об этом карта, а легкость на подъем. Если приглашают куда-то отправиться, отправляйтесь, мои дорогие. Вам придаст как и хорошего настроения, так и вдохновения. Игра с деньгами для кого-то это может карта означать. Но не в плане, что мы участвуем в лотерее. Нет, точно не участвуем. Я бы сказала, не в декабре месяце, не в последующий год, потому что у нас будет Плутон, Водолея. И эта тайность всегда станет явным. Тут азартные игры, это точно не та тема, которая принесет какой-то успех. И по двойке Пентакли, это я так уже вскользь прошла, мало ли, может у кого-то будет желание. Имеется в виду та игра, когда нам как будто обойдемся двумя Пентаклями. Для кого-то могут быть и подарки, или в виде бонусов, может быть получение денег, но как будто больше сохраняемые, дорогие. Вот и вам-то где-то этого же захочется. Но, наверное, игра жизни будет приглашать вас к каким-то новым реальностью, новым возможностям. И карта говорит, следуй за своей мечтой, за новым предложением. Общайся, будь открыт миру, и вот будь больше спонтанен и легок на подъем. И это будет для вас как и вдохновение, так и, знаете, открыть для себя, как новые просторы мира. Построить себе какие-то новые желания, может быть, намерения, цели, вдохновиться чем-то, мои дорогие козероги, и потом это осуществить в жизни. Потому что то, что было, какая-то прежняя история, уже фактически не имеет значения. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы и любимы всегда.